Огонь памяти теперь горит и в селе Максимовка Бондарского района. Сегодня там открыли мемориал воинам Великой Отечественной войны. Комплекс возводили с нуля и при активной поддержке российского военно-исторического общества. Свидетелем торжественного момента стала моя коллега Елена Мещерякова. 114-й по счету и где бы ни открывали очередной мемориал, это настоящее событие не только для жителей отдаленных сел и деревень, но и области в целом. Они всегда с нами, это правда. Потому что они сделали самое главное, они подарили нам жизнь и дали возможность сегодня участвовать, вспоминать. И самое главное, не допускать больше никогда исторических ошибок и помнить, какой ценой, какой великой ценой досталась эта победа. Автор проекта, словетник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский. На этот раз в центре композиции «Обелиск». Это уже не первая работа московского скульптора, установленной на Тамбовской земле. Все люди стараются, но стараться одно, а делать другое. То, что делали, вообще какое количество памятников героям Великой Отечественной войны, мне кажется, ну вообще нигде такого нет. Ну я могу ошибаться, но проходит масштабная работа. Из тех, кого проводили на войну, домой не вернулся каждый второй. 354 фамилии, высеченные золотом. Не скрывая слез, местные жители находят имена родственников. Дядя Бурых Алексей Васильевич, 17-го года рождения, ушел на войну и погиб в 42-м году. Больше мы о нем ничего не знаем. Нет дома в Максимовке, которой бы обошла война. Огонь памяти горит и в сердцах благодарных потомков. В торжественный и грустный момент Бондарский район сегодня скорбит вместе с огромной страной. В акте свеча памяти, которую провели в райцентре, приняли участие сотни человек. Но уже в следующем году, утро 22 июня, жители села Максимовка планируют встретить здесь и всех героев вспомнить поименно. Елена Мещерякова, Богдан Циверин, Вести Тамбов.